Приветствую тебя, моя маленькая армия, и сегодня я расскажу вам о новой гиперзвуковой российской крылатой ракете «Циркон». Начнём, пожалуй, с того, что Россия сильно преуспела в последние пять лет в создании высокоточного оружия. И так как наш девиз всегда был «догнать и перегнать Америку», мы продолжаем превозмогать, не оглядываясь на отстающих. Да и к тому же мы недавно им совсем заявили «Эй, Янки, посмотрите, как мы в Сирии круты!» На что бедный Обама просто пожал плечиками и ушёл за свою ширмочку плакать. На самом деле, конечно, вы прекрасно понимаете, что это был сарказм, и Америка пока что продолжает оставаться мировым лидером в сфере вооружения. Но вот что-то мне подсказывает, что лет через пять ситуация должна кардинально поменяться. И вот, неделю назад, агентство «Реановости» заявило, что Россия приступила к испытаниям ракет «Циркон». А это значит, что в скором времени в зоне действия нашего военно-морского флота ни один авианосец не останется безнаказанным. А кроме того, ракета сможет базироваться на стратегических самолётах дальней авиации. И перспективный комплекс базирования этих ракет как раз на данный момент находится в разработке. Пока что он носит скромное название – ПАК-ДА. О мастерстве пилотов нашей авиации в целом можно судить об её успехах в Сирии. Так, с 30 сентября по 7 октября в ВКС разбомбили 19 пунктов управления противника. Киньте камень в того, кто говорит, что это были школы и больницы. 12 складов с боеприпасами, 71 единица бронетехники и 6 заводов и мастерских, где бедные сирийские детишки делали портативные скворечники. Предшественник «Циркона» – крылатая ракета «Калибр» могла уничтожить любую цель в зоне обнаружения корабля и при этом могла остаться незамеченной радарами противника из-за низкой высоты полёта. Комплекс поражает цели ну просто на огромной дальности в 3000 км. Комплекс ЗМ-14 «Калибр» был разработан в 2009 году и составил основную ударную силу российских ВКС в Сирии. Начиная с 2012 года он поступил в войска. Ракета с успехом может применяться против зданий, кораблей и подводных лодок противника. Специфика полёта данной ракеты представляет собой огибание рельефа местности, а сверхсовременная радиоэлектронная начинка позволяет поражать цели на огромном расстоянии. В связи с этим ракета превосходит иностранные аналоги. Если говорить об основных преимуществах «Циркона» перед «Калибром», то это, конечно же, его скорость, которая ориентировочно будет превосходить скорость звука в 5 или 6 раз. А что же это значит в условиях современного боя? У тех же американцев самый современный комплекс перехвата ПВО на данный момент — это ИДЖИС. Подобный комплекс, например, установлен на легендарном крейсере «Тикандирога». Теперь к теории. Если скорость ракеты в 5-6 раз превышает скорость звука, то это означает, что с существующими ракетами противовоздушной обороны она не может быть поражена. Представьте, время реакции ракетного комплекса ПВО системы ИДЖИС составляет порядка 8-10 секунд. Ракета «Циркон», идущая со скоростью порядка 1,5-2 км в секунду, за это время проходит расстояние до 20 км. Система ПВО не успевает отработать такую цель. Для этого и создаются гиперзвуковые ракеты, чтобы беспрепятственно обеспечивать преодоление противовоздушной обороны. Хочу заметить, что у нас разработка гиперзвуковых ракет началась совсем недавно, и сделали мы ее в рекордно короткие сроки. В частности, как сказал один военный обозреватель, это, конечно, грубые оценки, но если судить, то для обеспечения поражения авианосца потребуется организовать залп не менее 50-60 ракет типа «Гранит» или «Оникс», а при применении «Циркона» будет достаточно 15 ракет. Разница очутима и с точки зрения стоимости, и с точки зрения поражения целей. В результате движения ракеты «Циркон» в плотных слоях атмосферы с пятикратной скоростью звука сопротивление воздуха на таких скоростях становится похожим на сопротивление твердых тел. Головная часть ракеты раскаляется, и вокруг образуется облако плазмы. Ракеты, движущиеся с такой скоростью, практически невозможно перехватить. Управляющие системы имеют слишком мало времени на принятие решений, а ракеты-перехватчики не способны догнать «Циркон» и могут быть применены только на встречных курсах. Вихрь плазмы, помимо прочего, поглощает радиоволны, и в результате ракета, вышедшая на гиперзвук, как бы накрывается плащом-невидимкой. Радары перестают ее видеть. Когда у нас появится лодка пятого поколения, на которой будет стоять «Циркон», тогда можно будет сказать, что мы добились существенного превосходства над США. США тоже работают над гиперзвуком. Мы идем параллельными курсами, но если сегодня начались испытания «Циркона», то уже вполне можно говорить, что мы обогнали их в технологическом плане. «Циркон» предназначен для уничтожения крупных, хорошо защищенных кораблей противника. В среднесрочной перспективе ракеты этого типа заменят тяжелые противокорабельные ракеты ПКР советского производства гранит. Помимо АПЛ, «Цирконами» планируется вооружать линейные корабли и подводные ракетоносцы. В частности, их примет на вооружение ракетный крейсер «Петр Великий». Известно, что «Петр Великий» должен встать на ремонт в третьем квартале 2019 года и выйти в конце 2022. Что же касается подводок пятого поколения «Хаски», то можно сказать, что они разрабатываются в двух вариантах. Первый из них — АПЛ «Охотник», предназначен для уничтожения вражеских субмарин. А другой — убийца авианосцев, будет вооружен противокорабельными ракетами. Обе лодки создаются на единой платформе. И отличие будет заключаться во врезке в корпус убийцы авианосцев отсека с противокорабельными ракетами. Еще один плюс «Циркона» состоит в его небольших размерах, так как в пусковую шахту гранита помещается в три «Циркона». А значит, крейсеры типа «Орлан» смогут нести 72 ракеты вместо 24. На данный момент ракеты проходят летно-конструкторские государственные испытания, по результатам которых будет принято решение об их принятии на вооружение. Разработкой гиперзвуковых ракет также занимаются из-за океана. В 2014 году американцы провели испытательный полет ракеты Х-43А. Она стартовала с полигона Кадьяк на Аляске и должна была долететь до Тихоокеанского Атолла. Однако полет продлился всего 7 секунд и ракета сгорела. Представители Пентагона, однако же, объявили эксперимент удачным, поаплодируемым. К созданию гиперзвуковой ракеты также достаточно близко подошли индийцы. В свое время Дели заказал у России разработку ПКР «Брамос», которая создавалась на базе ракет «Яхонг-Оникс». На их базе делается и циркон. Если индийцам удастся добиться успеха, их гиперзвуковой «Брамос» станет двоюродным братом российских суперракет. С созданием гиперзвуковой ракеты России не составит труда создать и стратегическое гиперзвуковое оружие, так как, используя существующие наработки, можно создать более массивную и дальнобойную ракетную систему гиперзвукового типа, что, в принципе, не составит больших проблем. А я благодарю вас за просмотр, подписывайтесь на канал и всегда оставайтесь вежливыми людьми. Всем спасибо и пока! Субтитры создавал DimaTorzok